Здравствуйте, друзья! Сегодня готовлю очень вкусное и бюджетное тесто для кексов. Готовится оно очень просто, быстро и поэтому перед началом приготовления духовка должна быть разогрета на 170-180 градусов. В миске у меня 3 яйца комнатной температуры. К яйцам добавляю 170 г сахара, щепотку соли и пакетик ванильного сахара. Вместо ванильного сахара можно добавить ванилин или ванильный экстракт. Хорошо всё перемешиваю венчиком и вливаю 200 мл кефира комнатной температуры и 100 мл растительного масла без запаха. Растительное масло можно полностью или частично заменить на растопленное сливочное масло. Тогда кекс получится со сливочным вкусом. Теперь просеиваю муку. Я подготовила 350 г муки, но для начала просеиваю примерно 250-300 г. И сразу же с первой порции муки добавляю весь разрыхлитель. У меня тесто получилось ещё жидковатым. Я добавляю ещё примерно столовую ложку муки. По желанию в это тесто можно добавить свежие или замороженные ягоды, мелко нарубленные орехи или любимые сухофрукты, нарезанные на кусочки. Вот такой вот густоты должно получиться тесто. Я сегодня в тесто добавлю 150 г свежей смородины. Смородину немного панирую в муке и отправляю в тесто. С этим тестом не нужно долго возиться. Как только всё перемешали до однородности, сразу раскладываем по формочкам и отправляем в духовку. Кексы можно выпекать в маленьких порционных формочках или выпекать в одной большой форме. Для образца я решила сделать 3 маленьких кекса и 1 большой кекс буду выпекать в прямоугольной форме. Также можно использовать обычную круглую форму для выпечки диаметром 24 или 26 см. Сверху кекс можно посыпать штрейзельной крошкой, чтобы была хрустящая корочка. У меня в морозилке осталось немного крошки после приготовления заварных пирожен. Если вас заинтересовала эта крошка, вот вверху подсказка, заходите и смотрите, как её приготовить. Отправляю выпекаться кексы в хорошо разогретую духовку до 170-180 градусов. Время выпечки зависит от формы, которую вы будете выпекать. Но вне зависимости от формы, первые 30 минут духовку открывать нельзя. После 30 минут можно проверять кексы на готовность. У меня маленькие кексы выпекались 35 минут. Они сверху хорошо подрумянились и деревянная палочка полностью выходит сухой, без следов сырого теста. В прямоугольной форме кекс всегда выпекается дольше. У меня он выпекался 55 минут. Готовность также нужно проверять деревянной палочкой в середине кекса. После остывания кекс можно подавать, но если у вас есть терпение, оставьте его ещё на несколько часов в пакете. Это кексовое тесто после отдыха становится ещё более нежным. Как видите, кекс получается плотным, но в то же время он воздушный и очень нежный. Вот такой вот простой рецепт из доступных продуктов. Пробуйте, готовьте, друзья. Я уверена, что многим этот рецепт понравится. Продолжение следует...